Если вы оказались в затруднительном положении и не знаете куда двигаться дальше, а может вы сомневаетесь в своих дальнейших действиях, знайте, что вы можете попросить ангелов послать вам помощь или дать вам знак. Ангелы всегда находятся рядом, они всегда с вами в тесном контакте и у каждого из нас есть ангел-хранитель и он делает все возможное, чтобы помочь нам. Ангелы всегда предупреждают нас об опасности или показывают нам наилучший путь, который ведет к нашему предназначение. Но, к сожалению, люди не всегда замечают эти знаки и порой не слышат ангелов. Чтобы быть всегда в контакте с ними и слышать их, потребуется немного времени и терпения, а самое главное – это ваше доверие, чтобы следовать тому, что мы слышим и видим, чувствуем. Когда мы впервые замечаем контакт с нашим ангелом, мы очень радуемся этому. Но спустя какое-то время наш ум начинает искать доказательств и объяснений этому явлению. И вскоре человек начинает сомневаться в том, что он почувствовал или увидел. Ведь ум не может найти этому логического объяснения. Но это лишь начало вашего волшебного пути в мир волшебных и светлых энергий. Если вы будете продолжать работать над собой, открывать себе доверие, учиться быть внимательным ко всему, что происходит с вами и что окружает вас, то знайте – вы всегда будете видеть знаки и получать помощь от ангелов. С каждым днем ваша осознанная связь с ангелами будет расти и становиться благотворной, а жизнь станет яркой, интересной и волшебной. Ангелы существуют именно для того, чтобы помогать людям проживать их жизни самым наилучшим образом, следуя своему предназначению. Они помогают нам точно придерживаться нужного курса и поддерживают нас в нелегкое время. Фактически ангелы оберегают нас от проблем, от задач на этом пути. Когда мы учимся читать и видеть знаки, которые нам посылают, мы избегаем проблемных ситуаций, мы избегаем сложностей. Иногда нас приводят в книжный магазин, о существовании которого мы даже не подозревали, и подводят к полкам, на которых находятся книги, которые нам нужно прочитать. И это всегда есть ответ для нас. Иногда ангелы доносят до нас, через других людей важную информацию. Точно так же ангелы могут изменить наш маршрут, помогая избегать несчастных случаев, задержать нас с пути или придумать еще что-то. Ангелы успокаивают нас и восстанавливают наше доверие к самим себе в те минуты, когда мы уже отчаялись, когда мы сомневаемся в самих себе. Бывает и так, что никто не может нас поддержать лучше, чем наш ангел. В такие мгновения хотите убедиться, что следуете правильному пути? Тогда просто попросите о знаке. Такой запрос о помощи имеет очень важное значение для ангела. Потому что как только вы создали запрос, как только вы обратились за помощью, вы создаете линию соприкосновения, которая позволяет ангелам помогать нам. Наш ангел всегда ждет нашей просьбы и шансов помочь нам. И сейчас я расскажу вам о шагах, которые помогут восстановить эту связь, усилить ее, для того, чтобы мы получали подсказки от наших ангелов и помощь в нужные моменты. Итак, обратитесь к своим ангелам с просьбой или вопросом, который сейчас вас беспокоит или который интересует. Попросите, чтобы они вам дали яркий знак, который вы сразу поймете и осознаете. Если вам нужна помощь, так и скажите, в чем конкретно вам нужна помощь. Попросите помощи в решении этой задачи самым наилучшим и комфортным образом для вас. Говорите своими словами, говорите от души, так как вы чувствуете. Здесь нет шаблонов обращения к ангелам. Здесь есть только вы и ваш ангел. Говорите, обращайтесь. Очень важно является ваша вера. Ваша вера поможет быстрее ангелам направить вас и дать вам решение или указать вам путь, а может быть, свести вас с нужным человеком. Всегда верьте в то, что ангел помогает вам, и слышит вас. Верьте в знаки, которые он вам дает и посылает. Обязательно доверяйте и будьте терпеливы. Будьте уверены, что каждое слово, каждое молитва, каждое обращение будет услышано и ответ обязательно придет. Но порой нам кажется, что ответ задерживается. Но это только лишь потому, что ангелы работают вне поля вашего зрения. Им просто нужно все организовать в деталях. Именно в момент затишья происходит волшебство, а ваша задача проявить терпение. Обращайте внимание на то, что происходит. Ждите знаков. Будьте внимательны. Ангелы могут повторить свои знаки до тех пор, пока вы их не заметите. Даже если вы не поймете смысл сразу, то все равно, рано или поздно, вы заметите, что происходит что-то очень важное. И еще важный аспект в получении помощи – это, конечно же, ваше действие. Именно ваше действие принесет вам результат. Знаки свыше порой дают нам о совершении каких-то действий, которые с вашей стороны обязательно нужно будет предпринять. Это поможет вам прийти к определенным результатам. У Бога нет других рук, кроме наших. Поэтому, если вы получили знак о действии, значит, действуйте. Не забывайте каждый раз благодарить вашего Ангела за помощь, за то, что он вас слышит, за то, что он рядом с вами. Это очень важно. Будьте добры и всегда верьте в лучшее. Помните, что выход есть всегда. В конце темного тоннеля всегда есть свет. Любви вам и всего самого лучшего. Исполнение всех ваших желаний. Пусть ваши Ангелы всегда будут рядом с вами и помогают вам, облегчая ваш путь к гармонии и к счастью. С любовью к вам, ваша Мария Шайхудинова. Субтитры создавал DimaTorzok